Особое мнение на 101FM Но написали, что вы похожи на Алексея Навального Видимо, внешне Алексей Навальный в последнее время в своем видео поражается тому Что в России, несмотря на все обстоятельства, хотят провести парад Вы не знаете, а в Кирове он будет? Я, честно говоря, не готов сказать 100%, но, досколько я понимаю Что, да, планируется 24 июня, как в Паскве, так и в Кирове В Кирове тоже, да? Пока об этом не говорили? Официально, я так понимаю, что еще об этом администрация города не сообщала Был у меня вопрос, если не будет, то куда пойдут сэкономленные деньги? Ну, значит, он не актуален Я думаю, что будет, потому что не провести парад к 75-летию Победы Но, на мой взгляд, это вообще неправильно И все-таки у нас еще есть достаточно много ветеранов У каждого есть в семье, кто там участвовал, кто воевал, деды, отцы и так далее Поэтому, ну, для нас этот праздник святой, большой Поэтому я считаю, что его надо помнить и чтить И непроведение парадов, на мой взгляд, это недопустимо Независимо от обстановки вы имеете? Я думаю, что, знаете, мое мнение, я всегда об этом говорил, и здесь, в том числе, мы с вами это обсуждали Там, если вы про коронавирус, то, ну, честно говоря, там, переполненные автобусы Шансов заразиться больше, чем, к примеру, на каких-то там других местах Поэтому тут, знаете, доходить до фанатизма и отказываться от таких вещей, как парад в честь 75-летия Победы Я думаю, что то, что сделано, по крайней мере, принято руководством страны, что все-таки его необходимо провести Я считаю, это правильно Да, конечно, немножко запоздало, наверное, все-таки к 9 мая он был бы более, как бы, так скажем, приятнее И обстановка, кстати, в Кирове тогда не такая была еще сейчас, по 100 человек в день По крайней мере, то, что он есть, уже хорошо Еще один вопрос с экономией хотелось задать, связанный, но, может быть, это будет не очень Вы знаете, у нас, как бы, в городе точно есть, где экономить Точно каждый, там, не знаю, каждый месяц, каждый день, там, и депутаты, и еще То есть мы узнаем о каких-то и вы, СМИ, узнаете о каких-то вещах, там, тут украли, там, разворовали Тут что-то еще, там, сделали Ну, если, знаете, пытаться сэкономить на параде, ну, наверное, это недопустимо На экономить просто на, в том числе на эффективности, на количество, там, чиновников, там, и так далее Ну, точно не на таких вещах Вот еще вопрос у меня один, но это не об экономии на детях, не о будущей экономии, да А о том, что, казалось бы, уже сэкономили, да, вот сейчас два месяца не работают дежурные группы в детсадах Работают дежурные группы? Работают только дежурные группы, да, не работают все остальные, прошу прощения Вот, но это, мне кажется, половина, а, может быть, меньше детей ходят в эти детсады То есть на питание их экономится, вот эти вот деньги, они куда пойдут? При этом, там, каникулы в детсадах все равно будут Нам заявляют о том, что будут ремонты в это время Но какие ремонты, если не только у меня, но и у моих знакомых Наготове кисточки и краски и просьбы покрасить детские площадки? Ну, то, что касается ходит детей, я думаю, что, наверное, все-таки больше, чем половина Я с заведующими, со многими общаюсь Вот, это первое, почему? Потому что, ну, так или иначе, людям надо работать И когда не с кем оставлять ребенка, все равно, несмотря на зомбирование нас Что там нельзя-нельзя выходить на улицу, ну, все равно, так или иначе, там В случае работы приходится это делать, да Ведут в детский садик и приходится работать То, что касается сэкономленных денег на питание На питание идет родительская плата То есть она идет... Две тысячи с половиной в месяц Две тысячи На питание ребенку, не верю, не хватит Идет на... ну, на самом деле, вы будете очень удивлены Там, помимо, значит, родительская плата идет только на две вещи Это на питание и на... ну, на мыло, на вот эти принадлежности гигиены, так скажем На самом деле, вот, да, я сейчас поменялся директор на комбинате общественного питания И я, честно говоря, ну, многие вещи, которые там предполагали, говорили, в том числе СМИ писали Они, естественно, подтверждаются То есть это закупка и продуктов по завышенным ценам И качество продуктов и так далее Но на питание шло до недавнего времени Вот из этой родительской платы 64 рубля 64 рубля Честно говоря, я плохо представляю, чем... Какие... те, с кем я общался на эту тему Чем можно покормить ребенка в течение дня на 64 рубля То есть нет субсидий дополнительно городской к этому? Нет, это субсидия, она идет на зарплаты, на содержание, на оплату коммунальных платежей и так далее Питание это оплачивают родители И питание идет вот именно вот эти... То есть даже не 110 рублей, как вот платят за день родители, а 64 Ну, видимо, ребенок может, скажем там, остальные 46 рублей уходит на мыло То есть, ну, честно говоря, тоже большой-большой вопрос Ну, как накормить ребенка на 64 рубля? Нужно поучиться, видимо Ну, это загадка, да То есть и поэтому, наверное, в принципе, вот постоянно скандалы Даже на 110 рублей, я считаю, что это мало И, наверное, ее все равно так или иначе придется поднимать Но на 64 это, конечно, вообще... Вот, поэтому я думаю, что никакой там экономии не будет Если не вводят в детский садик, значит, ну, соответственно... Ну, значит, и не платят Перейдем к основной теме, да, которая сейчас у нас есть Это утверждение Дмитрия Осипова Накануне оно состоялось Депутаты Гордумы со второй попытки Все-таки утвердили этого кандидата В прошлый раз ему отказали Большинство оппозиционных депутатов воздержалось Почему сейчас решение поменялось? Ну, вот, я знаю, что, допустим, ваша фракция Со слов Татьяны Веселовой, да, руководителя фракции В прошлый раз вы воздерживались В этот раз, по ее словам, вы поддержали кандидата Вот почему такое решение было принято? Что-то, может быть, за этот месяц поменялось? Может быть, кто-то с вами поговорил и о чем-то договорился? Ну, ничего там не поменялось То есть мы также за прямые выборы главы администрации, мэра, как угодно это можно назвать В отношении Косипова, я имею в виду В отношении Косипова, то есть я был, значит, членом всех трех комиссий, которые были после отставки Ильи Вячеславовича Шульгина Назвали их театром? Да, я и сейчас говорю, что это, ну, действительно театр Это, знаете, как, ну, как вот Осипов, предположим, там, одиннадцатиклассник играл в футбол там с первоклассниками, да Вот, ну, вот это что-то вот такое напоминало Потому что те два кандидата, которые были, ну, честно говоря, я очень надеюсь, я об этом говорю Да, у нас в эфире, что они играли все-таки Что, да, что они, вот, реально они играли в какие-то поддавки, да Хотя, мне кажется, им не надо было поддавки То есть тут, ну, если выбирать из трех, как бы это объективно Осипов, конечно, был лучшим Там знание, знание тестов на право у него было, на все 25 вопросов он ответил У Мышкина была четверка, там, по-моему, на 18 И у Богачева, по-моему, на 16 было из 25 Ну, тут у меня сомнений не вызывало Почему? Потому что, ну, Осипов все-таки бывший адвокат И, наверное, все-таки ему легче с этим было преодолеть этот барьер Вопросов о том, как у депутата вашего коллеги Альберта Беклюка О том, что он видел эти вопросы заранее Ну, может быть, заранее, но, тем не менее, тесты есть Тесты, ну, я не знаю, почему-то тем не показали заранее То есть, так можно, знаете, там, подозревать все, что угодно Поэтому, понятно, что, как мы выбирали из этих, там, трех кандидатов Но это, как бы, очевидно и объективно, там, Осипов был лучше Почему мы поддержали? Ну, потому что, ну, знаете, сколько Мы на сегодняшний день, к сожалению, не сможем завтра или, там, в сентябре провести Выборы главы администрации Потому что, даже если сейчас законодательное собрание выйдет с инициативой об изменении То это будет действовать на следующий созыв Следующий, как бы, избирательный срок, в том числе, думаю Вы о прямых выборах? Да, я о прямых выборах Поэтому, так или иначе, глава администрации нужен И, посмотрев на трех кандидатов на комиссии, в том числе, мое мнение было поддержать Потому что, ну, невозможно, город постоянно без главы администрации Должен кого-то отвечать, должен кто-то, с кого-то быть спрос И просто, ну, банальный контроль, в том числе, там, вот, за все какие-то, там, не знаю В том числе, какие-то непонятные, может быть, истории Такая позиция лучше кто-то, чем никого? Ну, вы знаете, у нас три раза назначался конкурс У нас, там, была куча желаний, там, поучаствовать у всех То есть, я говорил о том, что в идеале, там, ну, там, какие-то Если бы приходилось выбирать, там, скажем, из пяти, из шести кандидатов Это было более объективно Но не из чиновников, которые пришли Ну, это, опять же, мое мнение Но я считаю, что Я очень удивлюсь, если это их самостоятельное решение Прийти поучаствовать в конкурсе Ну, для меня это, ну, я думаю, что это нет Вот, поэтому, знаете, когда, там, один из кандидатов сказал Сказал, что, там, нет доверия у нас к администрации Я планирую, это Богачев Я планирую, будучи, став главой администрации, поднять доверие Горожан к администрации Ну, это, знаете, кроме смеха не вызывает ничего абсолютно Потому что, ну, человек сам проработал шесть лет в администрации И, как бы, ну, не знаю На вопрос, какие главные заслуги Ну, отремонтировал, под его, там, руководством отремонтировались Две крыши в домах культуры Ну, здорово, конечно, это, что крыши отремонтировались Но, после этого поверить в себя И идти на хозяйство Такого сложного города Ну, наверное, это смешно То, что касается Мышкина Ну, там, знаете, я хотел задать Тоже вопросы, но, знаете, после того, как Он стал говорить, что Давайте по Быкову, когда депутат Водинцев, который был тоже членом комиссии Задал ему вопрос про Вы работали с Быковым, как вы Там оцениваете и прочее, прочее Он сказал, давайте дождемся решения суда И это достаточно, там, хороший Там, человек, генерал, там, и прочее, прочее После этого, знаете, ну, даже вопросы отпали сами собой Поэтому Понятно, то есть Из трех кандидатов мы выбирали лучшего Выбрали Осипова Несмотря на то, что вот как бы там месяц назад Вы у нас месяц назад, кстати, в такой же Были ситуации Вы были на следующий день после Заседания Гордумы, правда, тогда Осипова не утвердили, и вы говорили, что Он не проявил себя за эти два месяца То есть теперь Вы говорите, что он не проявил себя За три месяца, но вот позиция такая Нет, вы знаете, старания-то, они очевидны Они видны, и как бы, ну, давайте там Мы там Илье Вячеславовичу давали Помните, в этой же студии Там год надо подождать еще чего-то А в результате там Какими-то, кроме каких-то Ну, там Ну, сильно ничего не поменялось И не произошло Вы знаете, у нас уже какой-то У всех жителей города Какое-то, знаете, вот мы На каждого вновь пришедшего главу администрации Смотрим, ну, неужели вот это тот, который Там Сделает наш город чище, дороги лучше Отремонтирует там садики, школы Там детские сады Там в школах и в садиках не будут выпадывать Окошки эти гнилые там Которые там зачастую стоят со времен Постройки этого Там школы этой, да То есть мы Мы какие-то вот Ну, такое ощущение, что вот мы, знаете Вот нам Мы каждому верим Мы каждому надеемся И постоянно у нас какие-то истории там всплывают И потом мы Зачароваемся Ну, мне бы очень хотелось, что все-таки Там, не знаю Если Осипову удастся Проявить за тот Вот срок до До окончания полномочий думы Два года, да? Два года, да То, конечно, у него будут преимущества там На выборах Если он сам того захочет Если они будут На прямых выборах У него будут преимущества Ему будут что показать, что рассказать Если это получится Ну, ведь и переназначен, наверное, может быть Если даже не будет Нет, я все-таки думаю, что Необходимо переходить прямым выбором Я на это очень надеюсь Ну, я думаю, что Я в этом желании не одинок Поэтому я думаю, что все-таки Наверное, это произойдет Ну, вот если говорить о каждом, да? Как вы говорите Каждый представляет там какую-то программу Каждый проводит ревизию Обязательно городского хозяйства Говорит, что вот пока ревизию не проведу Не понимаю, чем руководить Что вообще делать Как проведем, так начнем работать В итоге работают два года Пока ревизия идет И уходят У Осипа, в общем-то, тоже два года осталось всего Вообще, вот эта вот программа его Которую он вчера озвучивал Да, в течение 15 минут Насколько она интересна? Ну, она примерно такая же программа Как была у Льви Вячеславовича То есть это такое ощущение Как будто Льви Вячеславович Уходя, стоял на столе Вот этот как бы лист Вот, и решили просто там перечитать Потому что, вот допустим Что касается там Значит, по оптимизации Да, там сейчас какая-то есть комиссия В администрации Которая смотрит, на чем можно сэкономить Но в 17-м году Когда там коллеги спрашивали На Думе Льви Вячеславовича Планируется ли сокращение чиновников Он сказал, да, мы там вот Как раз сделаем там ревизию Посмотрим И, как он говорил Что даже звучала цифра Там 30% Наверное сократим В результате Я удивлюсь Если даже там на один человек Стало меньше Наверное нет Вот, я думаю Что все осталось Так же Поэтому Пока вот Никакой эффективности Я, честно говоря, не вижу Я считаю, что Есть вещи, которые Действительно Перетрицать Есть вещи, на которых Там можно экономить Есть вещи, которые Можно там оптимизировать Поэтому я думаю Что вот То есть судить не по программе Будете, а по результатам Ну, конечно То есть Вчера, в том числе Думе на вопрос Коллеги Готов ли он уйти Он говорит, да Я, в принципе Если пойму, что У меня это не получается Я готов То есть Хотя Подобный же вопрос Опять же Почему Вот в том числе Как вы говорите Мы поддержали Подобный вопрос Я помню Коллега По-моему Журавлев Владимир Владимирович Задавал Шульгину Готов ли Если вы не справитесь Там с тем-то С тем-то Уйти Он говорит Нет, не готов То есть Ну, вот Даже это Как говорится Вам надеется Что это честность И Как бы Если это так Ну У нас других вариантов Нет Кроме Нам все равно Нужен тот человек Который у нас Не может постоянно быть Там Исполняющий обязанности Там Ну Кто-то Как вот Как флаг Да Вот Кто сегодня Есть в администрации Давайте Вот он Будет исполнять Обязанность То есть Это Ну Не может быть До бесконечности Поэтому Но Однозначно Я против всех этих И Я и сейчас говорю Что Для меня Это театральная постановка То есть Вся эта комиссия Конкурсы И так далее Потому что Ну Это же Всем заранее Известный Как бы Результат Если бы там Действительно Кто-то заявился Сильный Ну Когда ты Там Избираешься Там Не знаю Как футбол играешь Как я повторюсь Там С первоклассником Ну Наверное Там Ты уверен Что ты его Обыграешь Да Вот Здесь было Это же самое Поэтому Других Вариантов У нас нет Я думаю Что Ну По крайней мере А Осипова Есть шанс Если все-таки Мы перейдем К прямым выборам Но оказаться Немножечко В приоритете Если он действительно Для города Что-то Сделает Ему Естественно Будет легче Переизбраться Интересно Вот еще По поводу Кухни Да Принятие Этого решения Вот Кроме того Что там Депутаты Говорили о том Программу нужно Там Новые кадры Еще Вот в частности Владимир Журавлев Говорил Что Это неправильно Когда вот нам Областные там Власти Кандидата Грубо говоря Кинули Да И как бы Делаете что Хотите Вот Вот берите И принимайте Других вариантов Нет И вот в этот раз Он выступая Вчера На программе Дайте слово У нас в эфире Говорил Что в этот раз Было немного По-другому Ходил Министр Внутренней политики Николай Коев Прямо лично К депутатам Разговаривал с ними Правда Видимо Со всеми В разной форме С кем-то Возможно Немного в жесткой Говоря Что вы оппозиционные партии Вам платят Вам платят Государственные деньги Чего же вы Государственную политику Не поддерживаете Вот Действительно Это так И могло Вот это Вот Как-то вообще На принятие решения Повлиять Вы знаете Вы знаете То что я сейчас Услышал Я честно Говорю Очень удивлен Николай Петрович Он Достаточно Опытный человек И Пережил Тут ни одного Губернатора Всю жизнь В этой системе Чтобы он Ходил Там Угрожал Депутатов И говорил О том Что вы Там Оппозиционная партия Вам там Платят деньги Во-первых Никто никому не платит Если имеется ввиду Из федерального бюджета Ну да Там есть какие-то Помощи партии Если Партия набирает Там Сколько-то На выборах Но То что касается В Кире Никаких там Платежей нет И Честно говоря Я думаю Что Ну это Маловероятно Так И То есть Не было Никаких Насколько я знаю Со многими коллегами Мы общаемся Может с Владимиром Венивиновичем Кто-то пообщался Но С нами Тем более Там С позиции Что там Вам кто-то что-то платит Вы обязаны Вы должны Нет Я вас уверяю Что этого не было То есть это ваше решение Это не наше было решение О том Что Городу необходим Первое Это глава Который будет отвечать Ну Победы будут Хорошо Это будут его победы Какие-то минусы Будут Это будет его И будет конкретный человек Которому мы можем До думи прийти И сказать Там Вы знаете Потому что это Кадровая чехарда Которая у нас там Происходила С 2017 года Ну там Один пришел Другой ушел Вот я могу сказать Как представитель комиссии По ЖКХ Честно говоря Честно говоря Дочальников По городскому хозяйству Там уже сменился Не один То есть Это по-моему Четвертый Или нет Даже по-моему Пятый Вот этот Зотин С 2017 года Поэтому Ну знаете Вот это ни к чему Хорошему Не приводит Когда Там В том числе Глава города Говорит Мы ставим там До контроля Какой-то вопрос До следующей комиссии Которые бывают Раз в месяц Раз этого человека Уже нет Да То есть Он уже уволился И там все заново И все начинают говорить Вот Вот мы того уволили Вот мы того наказали Ну это Вот здорово конечно Но Что уволили Наказали Но Людям от этого Ровным счетом Ничего Поэтому Знаете Вот Какие-то Продавливания Здесь Никакого не было И То есть По крайней мере У нас было Во фракции Так что Ну В принципе Было свободное голосование И вот Ну И позиция была У всех одна Никого не Заставляли Не продавливали Именно Ну вот Как считают Я Свою позицию высказывал Я сказал Что я Как Был Один Членом комиссии Я сказал Что Ну это безусловно Как бы Как небо и земля Там Два этих кандидата Поэтому Ну естественно Вот так Еще хочу к программе Вернуться Вот вам показалось Что он значит Прочитал по бумажке Ильи Вячеславовича Допустим Я слушаю Мне показалось Что эта программа В общем-то Была Построена В основном На требованиях Которые там Месяц назад Высказывали депутаты И как будто бы Для депутатов Она и была написана Вот такого ощущения Не было У вас Или все-таки Вы как представители Людей Ну вот Правильно Сказать Как представители Людей То что там Было озвучено Это необходимо Почему У меня было ощущение Что это Знаете Переходящая бумажка Ну потому что Эти проблемы Они уже годами То есть Я уже говорил Что мы там Десять лет У нас город Вообще не развивался А просто грабился Поэтому Как бы Все те вопросы Которые были актуальны В семнадцатом году Они конечно Актуальны и сейчас То есть Дороги Тротуары Благоустройство Озеленение Школы Садики То есть Это Ну это Никуда не делось И это Необходимо Конечно Сама Делать И Мне кажется Это актуально Будет и К следующему выбору И еще один вопрос На эту тему И переходим К другой По поводу Театральной постановки Вот вы уже Несколько раз Об этом сказали Вы Сказали о том Что Хотите Прямых выборов В общем-то И кировчане Их хотят Но при этом На одном из заседаний Комиссий Было принято решение Причем Это Предложение Было главы города Переписать положение О конкурсе Добавить в него Там Некие пункты Вот в частности Альберт Бекалюк Высказал Пожелание Что было бы здорово Если бы Депутатам Предлагали Не одного человека На утверждение А давали возможность Выбора Да Плюс Чтобы голосование Было тайным Чтобы Это было Честным решением Вот Это что Это Пусть Хотя бы Это Если выборов Не будет Или что Нет Я думаю Я думаю Вы знаете Как бы Изменения О прямых выборах Это Прерогатива Законодательного Собрания И именно Они должны Выходить Синец Сетью Об изменении Вот Вот Данного Изменения Почему Сразу На этом Не настаивать Почему Вот Какие-то Переписывания Положения Еще что-то На этом Все Там Независимости От партии От Депутатов То есть На этом Все понимают Что необходимо Так или иначе Даже просто Чтобы снять Вот это Напряжение Там Что у нас Там в городе Что-то плохо Когда Глава Там Мэр Глава Администрации Там Будут избраны Людьми Всегда Можно Как бы Говорить В том числе Власти Там Областной Ну Вы сами Там Пришли Либо не Пришли Это Да Это Понятно А вот В этом Случае Это Переписывание Этой Постановки Просто Получается Знаете Это Почему Это Обсуждается В городской Думе Это Потому Что Это Единственное Что мы Можем Изменить Там Без Законодательного Собрания И Вот Поправить Положение Какое-то Да Его Конечно Можно Там Можно Там Тайное Голосование Это Все Можно Без Законодательного Собрания Это Могут Сделать Депутаты Городской Думы Но Такой Глобальный Вопрос И важный Насколько Я считаю Что Прямые Выборы Они Все-таки Должны Ити От Законодательного Собрания У нас Сейчас Перерыв Да Это Действительно Программа Осовое Мнение Веду Сегодня Я Мария Кожевникова А в гостях У нас Депутат Кировской Городской Думы Денис Ерохин Денис На Вчерашнем Заседании Снова К нему Вернемся Вопросов Обсуждалось Много В том числе Вы Выступали Вы Задавала Вопрос Опять же Ваша Коллега Татьяна Веселова И Прозвучала Причем Не раз И от нее И от вас Фраза О том Что Прям Глядя в глаза Человеку Вы говорили Обычно Как-то за глаза Это делается А тут Прямо В глаза Вы говорили Ирине Рубцовой Начальнику Управления Архитектуры И градостроительства О том Что ей Пора уйти Вот Почему Так и резко Почему Такое Ну На самом деле Ей Именно ей Говорили Когда она Докладывала По одному Из вопросов Это моя коллега Татьяна Николаевна Веселова Я выступал В разном И Просто На То есть Понимаете Вот Мы В течение Там Всего созыва Участвуем Там В заседаниях Думы Участвуем В комиссиях В каких-то Там Ну Депутатских Там И прочее То есть Ну Исполняя Свои обязанности То что мы Должны делать Если Приходишь Значит Не Совсем Подготовлены То Так или иначе Чиновники Тебя Вот Хитросплетениями Вот этими Они Все равно Так или иначе Тебе Переиграет Потому что Ну Ну Давайте Я прямо скажу Что допустим Там Ну Они могут Приходить И врать Я не Про всех Сейчас Говорю Конечно же Я говорю Про Некоторых Которые Ну Которые Могут Там Упорно Доказывать Когда ты Знаешь Что это Белое Они могут Доказывать Что это Черное И поэтому Ко вчерашнему Заседанию Я естественно Подготовился Там Собрал Часть Там Бумаг Которые Мне Ну Полностью Еще раз Убедили меня В том Что Ну Есть В администрации Некая Такая Давайте Пока не будем Там обзывать Там Преступная Да Но некая Такая Группа Которая Занимается Не совсем Такими Понятными Делами Скажем так Вот Продолжает Схемы Которые Я думаю Что эти схемы Годами Вчера Рубцова Сказала Что да На 16 лет На должности Ну знаете 16 лет Человек Возглавляет Архитектуру Во всех Городах Все таки Пытается Как-то Переманить Каких-то Лучших Там Там С каких-то Больших Городов Там Еще Как-то Местные Какие-то Используют Там Ну как-то В сообщество Вот Там Дизайнеров И прочее У нас Парадоксально Но у нас Главного Архитектора Привезли Из районного Города Где в принципе Последнее Самое красивое Здание Было построено Там До революции Да Там Из Слободского Вот Поэтому Ну соответственно На мой взгляд Не сильно Понимая Как должен быть Город После Слободского Это Действительно Там Наверное Невелик Там Скажем Тевелика Картинка Мира Конкретно Давайте Конкретно По фактам По фактам Значит Поэтому Она Сама Ну То что мы Сейчас Видим И точную Застройку Там И так Далее Это Вот Как раз Результат Действенности В том числе И поэтому И было Высказано То что Вчера Я озвучил Это Делается Каким Образом То есть Я Говорил В целом Вопрос О неэффективности Использования земельных Участков В городе То есть Это тот ресурс Который Как мы понимаем Не возобновляется То есть Если там Участок Администрация Продала Второй раз Она его уже Не продаст И не через пять Не через десять лет На арендованных Участках Начинают строить Да Они берут В аренду Земельный Участок На арендованном Участке Начинают строить Не достраивают То есть Естественно Аренда При строительстве Она имеет Значит Стоимость Аренда Достаточно Большая Значит Потом Они Как будто Вводят Объект В эксплуатацию На самом деле После этого Причем А как будто Это как Они получают Документы Они получают Все документы Застройщики То есть Понятно Что не все То есть Если там Мы с вами Придем Наверное Вряд ли Кто-то Нам ведет Объект В эксплуатацию Но Они получают На Незавершенные Объекты Которые Вчера я представлял В том числе И в фотографии В Нововиадском районе В Нововиадском районе Вот советская 58Б То есть Это Ну Можно сказать Каркас Это Там даже Окон Частично Нет Там Недостроены Причем И У них Они Выдают Разрешение На Ввод Объекта В эксплуатацию Допустим Что касается По навязку Значит Обращается Заявитель На Разрешение На строительство На физическое лицо 25 апреля 2017 года Он получает Разрешение На строительство 19 декабря 19 декабря 18 года Он получает Объект На вот В эксплуатацию Но объект Не построен И То есть Вчера На мой вопрос Крупцовой Как они Вводят Объекты В эксплуатацию Она говорила О том Что согласно 55 статьи Градостроительного Кодекса Я внимательно Прочитал Эту статью Она не разрешает Вводить Незавершенные Объекты Он должен быть Полностью С коммуникациями Полностью Достроен Выполнен И так далее А вот То что касается Навязка 27 февраля Уже 19 года Выезжает АТИ Административно-техническая Инспекция Кирова И Говорит о том Что делает заключение О том Что Объект Не готов Что он Его Ну Что это Просто стройка Вот То есть У меня Соответственно Вопрос Вот Есть разрешение Есть две бумаги Одно АТИ Которая Что видит То и описывает А другое Как бы Ввод объекта В эксплуатацию То есть У меня вопрос Опять же Там К органам К прокуратуре Там И так далее Почему нет Никакого реагирования Почему нет Там уголовных дел Вот Кто же там Под такие бумажки И объект Такой не один Нет Объектов Такой не один Чтобы не перегружать Я там взял Три таких Вы обращались уже В органы Нет Пока еще нет Я вчера Вот это все озвучил То есть Естественно Мы планируем Обращаться В органы Я думаю Что сейчас И администрация Сама Начнет Как-то там Внутри себя Какое-то Расследование Такой же объект На проезжей В Макарина Против Троицкой Церкви На сегодняшний день Там стоит Магазин Два этажа То есть Изначально Участок Предоставлялся Под Индивидуальный Жилой дом Понятно В аренду Под индивидуальный Жилой дом На проезжей части Наверное Не так он Был и интересен После этого Выезжает Тоже Контроль Администрации Фиксирует То что В пятнадцатом Году Что это Объект Имеет признаки Административного Здания А не Жилого дома Причем Он не достроен Это не административное Здание Не жилой дом После этого Значит Объект Вводится в эксплуатацию Все таки Вводится Как жилой дом Выкупается Земельный участок Так как По незавершенному Как бы раньше Было все Намного проще Там заливали Фундамент Оформляли Незавершенку Выкупали Земельный участок Сейчас так нельзя Сейчас Можно выкупить Только в том случае Если объект Введен в эксплуатацию Они вводят В таком состоянии В недостроенном С одним этажом Без крыши Без окон Объект В эксплуатацию После этого Там Физическое лицо Обращается В администрацию На реконструкцию Данного объекта Получает разрешение На реконструкцию И Из недостроенного Жилого дома Превращается В магазин Но в этот промежуток Я еще раз Скажу что Выкупается Земельный участок За 17 тысяч рублей За 17 тысяч рублей На красной линии То есть Понятно что Если бы администрация Сформировала его И изначально Продавала Там под магазин То наверное Цена И может даже Сразу в собственность Там То наверное Цена Была бы Ну в разы больше Да То есть там даже Наверное Не 17 Не 170 А Наверное Это уже там Измерялось Там ближе Да Под миллион То есть И вот такая Неэффективность В принципе Она везде Еще я приводил Примеры По сдаче в аренду Это уже не касается Деятельности Вот этого Морозовой И Рубцовой О том как Допустим Администрация На протяжении Ну в данном случае Там первомайское Территориальное управление На протяжении Пяти лет Не замечает Упорно Там То есть Автостоянку То есть Администрация Территориального управления В 12 году Заключает договор На предоставление В аренду Земельного участка Под автостоянку В 15 году Они же его Сами расторгают А стоянка есть До сих пор И вот Ну Платят ли они аренду И если платят То кому Ну это уже Как говорится Вопрос Опять же Органов Поэтому Вот такие истории Они как бы Продолжаются Мы наверное Уже все Скоро перестанем Удивляться Но знаете Вот видимо Людей ничему не учат Ну то есть Они чем-то Должны закончиться И вот знаете Уже не раз Ваш коллега Опять вспомним Его Владимир Журавлев Он говорил Что Илья Шульгин Может вернуться К нам В Кировне По своей воле Ведь вот Получается И при нем Это все Происходило Может быть Вы Как обычно Навангуете Что-нибудь По этому поводу Не ну я считаю Что да Быстрее всего То есть Я считаю Что на сегодняшний день Со времен Быкова Да там Притормозился По штаб Но вот такие Мелкие Такие Бригады Вот Которые там Придумывают Всякие схематозы В администрации Ну наверное Они На сегодняшний день Еще существуют Да То есть Они еще Не все пойманы Не все посажены Это как-то уже без ведения Высшего руководства Я думаю Что они отпочковались У них посадили главаря Ну как бы Они там Закучковались В какой-то Свой небольшой кружок И продолжают Вот делать Те истории Которых вот я вчера То есть каких-то дел Вот по этому Конкретно Можно уже По Я думаю Что да Потому что Ну это очевидно Когда ты выдаешь документы Ты же Чиновник На то и чиновник Он же не может Просто Ну там Взять там Подписать То есть На несуществующий объект У него за это Есть ответственность Почему она еще Не наступила Ну я считаю Ну давайте Будем считать Что это отсрочка Такая у них По Ну то есть По посадке Ну я думаю Что что-то подобное Наверное возможно Насчет Ильи Вячеславовича Вернется он не вернется Ну Я думаю Что возможно Одна минута осталась Все-таки Хочу спросить О том С чего начали О крестном ходе Сегодня Третье число Он Начался И в него Пошли люди Вот Судя по фотографиям Там прям Не 10 человек И не 15 А сотни Ну я читал Да там 3000 по-моему Вот это вот Все Что происходит Это все правильно Не запретили Или запрещать Бесполезно Насколько я понимаю Было обращение Там и губернатора И Значит Нашего Петрополита О том Что как бы Постараться Не участвовать В крестном ходу Но я считаю Что Знаете Бороться с верой Мы все Прекрасно Помним Чем это Закончилось Да То есть Это Закончилось Там Эволюция Там и так далее Поэтому я считаю Что это не надо Если у людей И никакие жесткие запреты Я думаю Что нет И тем более Нельзя ограничить людей Если они считают Если они Там скажем Не воспринимают Кто-то верит Кто-то не верит Там существование Ковид-19 То Это их право И вот Запрещать им Не ходить К святым местам Которые они ходят Каждый год Ну я считаю Это неправильно И ни к чему хорошему Это точно не приведет Закончилось Время нашей программы Спасибо Денис Вам за разговор Доброго дня И доброго дня Всем слушателям Всего доброго До свидания Особое мнение На 101FM